Ирисы. Для архитекторов начала века цветы любимые и всегда означающие тайну. Там, за фасадом. Эти ирисы связывают московскую архитектуру начала века со всей европейской, но судьба у дома с нежно-синими цветами на фасаде окажется очень русской. Чем только не был этот дом по Малой Никитской. И особняком миллионера с тайной комнатой для молитв. Это как же и кому надо было молиться. И местом для фрейдистских экспериментов над детьми. И роскошным местом жительства для советского писателя, который сам этот дом терпеть не мог. А многие любят. И специально приезжают сюда со всего мира. Стоит разобраться, почему. Вот год 1903. В Баку и Тифлисе рабочие стачки. Российские социал-демократы делятся на большевиков и меньшевиков. Чехов пишет вишневый сад. Репин заседание госсовета. Ресторан Яр открывает летнюю веранду. На Мясницкой появляется дом фарфора. На Тверской националь. Наконец, впервые в мире исполняется песня «В лесу родилась елочка». На Малой Никитской леса строительные. Из-под них вот-вот покажется главная на тот момент достопримечательность всей округи. Но для начала надо представить, как выглядела эта улица сто с небольшим лет назад. А выглядела она провинциально. Никаких автомобилей, конечно, только экипажи. Да и те ездили нечасто. Настолько, что мостовая поросла травой, и по ней свободно ходили курицы с петухами. И вот в этой тихой заводе по заказу миллионщика и фабриканта, купца Степана Рябушинского, для него самого и всего семейства, архитектор Федор Шехтель проектирует дом. Шехтель мыслит либерально. Дом для человека, а не человек для дома. Поэтому вначале придумывает расположение комнат, лестниц, окон и подвалов, и только потом одевает все это в стены и крышу. Дом получается асимметричным, но это никого не беспокоит. Архитектурным балом эпохи правит стиль модерн. Модерн, он же ар-нуво, он же югенштиль, это главный архитектурный стиль начала века. Со всегда узнаваемыми чертами. Плавные и природные линии, упругие изгибы, растительные мотивы, травы и цветы. Модерн застраивает весь континент. Вена, Париж, Барселона, Прага и Москва. В те годы архитектурно-передовой европейский город. Удивительно, конечно, для московского 20 века, но с 1903 года до нашего времени дом Ребушинского практически не изменился. Воображение от того пускается в пляс, и картины из прошлого оживают. А это Рахманина. Музыка-звезда московских салонов. Вариации на Тиму Шопена сочинение «Как и дом Шехтеля» 1903 года. Первое, что встречает всяк сюда входящего, это, конечно, лестница. Не лестница. Целая поэма на тему лестницы. Здесь все ей в ритму. Ракушки, водоросли, черепахи, светильник, медуза. Потому как сама лестница – это, конечно, волна. Волна льется, летит вверх. Потому что это не просто дом. Это искусство. А искусство должно возносить над бездной. Причем в определенную точку. Вот сюда. Впрочем, модерн, как это случается с новой модой, никогда не был по нраву всем. А кому-то вообще казался пошлым. Вот что гневно пишет о доме Ребушинского активный участник литературной жизни Серебряного века. И только в будущем детский писатель Корней Чуковский. Самый гадкий образец декадентского стиля. Ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испахищено похабными загогулиными. Наглыми, бесстыжими кривулями. Окна, двери, потолок. Всюду эта мерзкая пошлятина. Теперь покрашена, залакирована. И от того еще бесстыжие. Вот что, уважаемый человек, Корней Ивана Весчуковский о доме Ребушинского писал. Да, одно слово – стихия. Правда, все равно дом для человека, а не наоборот. Поэтому в стихии предусмотрена решетка. Она обдувает теплым воздухом вентиляцию мраморную скамеечку, чтобы сидеть не холодно было. И вот в этом весь Шехтель. Федор Шехтель при рождении носил имя Франц Альберт Шехтель. Он из баварских колонистов. Дома Шехтеля в начале века появлялись в Москве как грибы. При этом не в ущерб качеству и мысли. Хотя Чуковский бы поспорил. Прогуляться по центру Москвы и не увидеть Шехтельевский дом – это надо постараться. Особняк Морозовой, здание МХАТа в Камергерском, Ярославский вокзал, кинотеатр художественный и еще несколько десятков домов. Может показаться удивительным, что частными заказчиками прогрессивного и смелого Шехтеля были те, кого стереотип видит считать отшельниками-ретроградами – старобрядцы. Вот и купец Рябушинский. Не исключение. Поэтому в доме есть и одна потайная комната – моленная. Не моленная, а именно моленная. Так у старобрядцев называлась домашняя комната для молитв. Таким, как Рябушинские, открытых помещений для обрядов по веротерпимым законам Российской империи иметь не разрешалось. И снаружи моленная ничем себя не выдает. Впрочем, скоро для всех в России настали другие времена. В революцию дом у Рябушинских отобрали. Сами они разъехались по разным странам, а те, что остались, и выжили без трудов. А дом устоит и начнет принимать гостей. Здесь окажется и наркомат иностранных дел, и всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Но самым необычным станет вот такой квартирант. В 21-м году в дом Рябушинского вселяется международная солидарность. Международная солидарность – это детский дом-лаборатория, экспериментальный детсад. Поведение и взросление маленьких подопытных изучали здесь через призму психоанализа Сабина Шпилерейн и Вера Шмидт. Две ученицы Зигмунда Фрейда. Во фрейдистский детский сад поначалу записали многих отпрысков советской элиты. Даже маленького Васю Сталину. Отчеты о работе международной солидарности на Венском конгрессе благословил сам Зигмунд Фрейд и быть бы советской Россией оплотом мирового фрейдизма. Но не случилось. Через несколько лет воспитатели и психологи переругались между собой, детей начали потихоньку забирать, да и времена снова стали меняться. И детский дом закрыли. В 1931 году у дома появился новый хозяин. Главный советский писатель Максим Горький. Еще когда он жил в Италии и собирался на родину, по Москве поползли слухи, что, мол, к возвращению дорогому гостю готовят чуть ли не дворец, а то и храм Христа Спасителя. Дорогой гость немедленно отреагировал. Совершенно точно знаю, что мое поселение во дворце или храме произведет справедливо отвратительные впечатления на людей, которые, адски работая, проживают в хлевах. По всей причине убедительно прошу вопрос о моем поселении во дворец не решать до моего приезда. Максим Горький. Видимость для Горького создали, дождались приезда и только тогда вселили во дворец. Пролетарскому писателю здесь резко не понравилось, но он остался. Вот горьковские стол, стулья, коллекция восточных статуэток и даже столовая, кажется, помнит записанные очевидцами разговоры за обедом. Алексей Максимович, у нас тост. Пожалуйста, тост. За хозяина дома. За какого еще хозяина? Я не хозяин этого дома. Хозяин Моссумер. Тьфу! Можно, конечно, сколько угодно подтрунивать над писателем, сопротивляющимся собственному величию в стране Советов. Но кто знает, может быть, это именно присутствие Горького спасло дом Ребушинского и Шехтеля. Максим Горький умрет через пять лет после заселения, в 36-м. Музей здесь откроют только 30 лет спустя. Но имя писателей, гений архитектора сберегут этот дом навсегда. И чтобы прикоснуться к временам, которые он пережил, достаточно их просто представить.